И вот теперь он выходит против лучшего среднего веса. Мак Баффер вычисляет, как обычно, всех официальных лиц, называет боковых судей, рефери, который будет судить Джек Рейс. Если я не ошибаюсь, это Братн, а кто Росяна слева будет сейчас на экранах. А, я же сказал, что Баффер, извините. Я так привык, что на главных боях всегда присутствует Майк Баффер. Но, видите, даже то, что не главный ринг-анонсер сегодня в ринге, это тоже говорит. О том уровне до этого поединка. Из Глендейла, это такой армянский район в Лос-Анджелесе. Там наиболее компактно проживает, вот, калифорнийская диаспора. Армянская, там даже магазины на армянском языке. А там, да, насколько я помню, там даже целый район есть, Литл-Армения называется. Ну, это вот Глендейл, там все такое. Ну, и вот пояса Геннадия Головкина за ним. Кстати, здесь вот одна из симпатичных ринг-герл, она держала особый пояс. Здесь Всемирный боксерский совет. Они презентовали именно специальный пояс для вот Синка де Майя, который получил название «Настоящий герой» и посвящена она бывшему президенту Мексики, основателю WBC, Адольфу Лопесу Матеусу. Ну, опять-таки, все это было организовано и сделано надежно на бой Головкин-Канала. Потому что, ну, национальный... Но не срослось. Праздник, вот как раз, здесь четко видно, ровно в центре ринга, вот такой синеватый пояс, это та самая специальная регалия. За Мартиросяном как раз находятся. И пока дают финальные инструкции, расскажем Синка де Майя. Это национальный праздник в Мексике, посвящен победе над американскими войсками при Пуэбло. Но, тем не менее, войну-то мексиканцы проиграли, но празднуют широкомасштабно и называется этот праздник даже как аналог Дня Святого Патрика среди ирландцев, только вот тот же самый День Святого Патрика, только среди мексиканцев. Идят мексиканскую еду, слушают мексиканские песни, смотрят мексиканский бокс. Но сегодня это все только формально. А так, конечно, все ведущие мексиканские бойцы, ведущие мексиканские чемпионы, старались проводить именно в этот день свои главные поведения. Напряжение, конечно, чувствуется. Ну, запомнился все-таки более-менее стадион. Вы слышите реакцию публики. Первый раунд. Головкин редко, когда форсирует события сразу с самого начала. Где-то первые три раунда обычно уходят на разогрев, но после этого начинает он соперника гвоздить. Бросается довольно рискованно Ванес. Но обещал оправдывать он свое прозвище «Ночной кошмар». обещал кошмар устроить он Головкину. Но Головкин, посмотрите, уже достает соперника. Да, начинает попадать. И джеб, и справа. Уже был один неплохой проникновение, я бы сказал. Конечно, два года без соревнований, без официальных боев. Это большой простой. И сразу выходить на Головкину для Мартиросяна огромный риск. Мы видели, каким он себя чувствовал как раз в раздевалке. Что там ни радости, ни даже азарта особо в глазах не было. В общем, все все понимали. Но я уже сейчас уйти Мартиросяну от бокового удара. Но прессинг Головкина продолжается. Здесь, мне кажется, все-таки ярче всех. Как обычно высказывался именно Дон Кинг. Он сказал, Геннадий, проигрывай. В поражениях нет ничего страшного. А Мартиросян тебе обязательно даст реванш. Ну, то есть, в общем-то, комедия... У своих репертуаристов. Да, в общем-то. Ну, хотя бы повеселился. Уже немало пропущенных ударов Мартиросян. Но Головкин пока не вкладывается, пока пристреливается. Дистанцию уже практически наметил. Передняя рука Геннадия все время в деле. И часто достает он джебом Мартиросяна. Попытка Мартиросяна была ударить под туловищу. Ну, не плохой получилось. Ну, Мартиросян, да, пока самое начало. Попытка Мартиросяна пока, посмотрите, застоялся чуть-чуть. И вот эти два бруса выброшенных удара были довольно опасными. Но раунд заканчивается. Легко и безоблачно складывалось все в первом раунде для Геннадия Головкина. Но какая-то вот непонятная секундная расслабленность привела к тому, что Мартиросяну удалась удачная атака. И вот, конечно, Головкин сейчас бросится реваншироваться. Зато... Зато вот небольшой эпизод. На колено встал Мартиросян. Ну, его просто... Да, развернул Головкин. Развернул, да, повис немножко на нем. Ну, здесь есть, в общем-то, предположение, что Головкин в том числе может позволить претенденту показать свои лучшие качества, попринимать на себя какие-то удары намеренно, ну, для того, чтобы... Ну, там не было намеренно, я не согласен, что это было сделано специально, потому что... Ну, там уходил просто Головкин. Попринимать это одно, а... Ну, для того, чтобы... Ну, там не было намеренно, я не согласен, что это было сделано специально, потому что... Ну, там уходил просто Головкин. Попринимать это одно, а... Ну, там было как раз именно то, что он пропустил этот удар. Он почувствовал это... По глазам было видно, что... Он этого... Не желал совершенно. Головкин готовит атаку Головкин. Довольно большая пауза. Но пока за счет скорости, как обычно, в своих боях Мартыросян успевает реагировать. Но опять-таки еще... Подошел на среднюю дистанцию Кеннадий. Вот, хорошая комбинация. Да, и слева, и слева все попадание. Это нокаут, друзья. Бой закончен. Вы видели мощная серия. Боковые удары. Все. Все, бой остановлен. Ну, в общем-то, да. Предполагали мы, что хотя бы 4-5 раундов поединок продлится. Это о том, что Мартыросян решил все-таки показать себя чуть-чуть, да? Понравится чуть-чуть. Ну да, он решил рискнуть. Мы видели это. У него чуть-чуть получилась концовка предыдущего раунда. Здесь тоже он. Неплохо вот буквально за несколько секунд до этой заключительной комбинации. Неплохо провел там такую двоечку. Ну, но, как говорится, не будет лихо. Ну, а в общем-то, да. Зачем все это тянуть долго? Да, и Мартыросян особо-то долго не думал, наверное, сопротивляться. То есть, ну, пропустил... Если он сопротивляться, он пропустил удары, два боковых удара были смертельными. Ну, куда там сопротивляться или не сопротивляться? Ну, результат в любом случае был весьма предсказуем. Надеялись мы, что шоу получится чуть более драматичное. Вот, смотри, повтор, видите, вот какой апперкот мощнейший. Ну, да, верят, опускался вниз здесь Мартыросян. Сейчас вот он поднимется, потом будет серия боковых. И вот, справа. Джеб, второй джеб, и еще боковой. Иванес пока стоит, и вот левый боковой и правый. Ну, что вы? Ну, здесь шанс уже, в общем-то, и не оставалось. Нет, я не умоляю, да, там, ни мощи Головкина, ни его умения боксерских ни в коей мере. Мартыросян рискнул. И риск был неоправдан. Ну, с другой стороны, даже если бы он не рисковал, то, конечно, разница... Ну, чуть дольше бы поединок продлился. Погласен. В любом случае...